Урок номер 12. Логический тип. Когда приходится что-то с чем-то сравнивать, то данное сравнение будет или верным, или неверным. Сами сравнения являются логическими выражениями, и их значения можно присваивать отдельным переменным. Для таких логических переменных существует специальный тип данных — Boolean. Переменные этого типа могут принимать только два значения — False, что в переводе с английского означает ложь, или True, переводится как истина. Составим программу, которая будет по известным углам треугольника определять его вид. Как вы знаете из курса геометрии, треугольники бывают прямоугольными, остроугольными, тупоугольными, равносторонними, равнобедренными и разносторонними. Определить принадлежность треугольника ABC к этим группам можно, зная значение его углов. Нам потребуется три переменных вещественного типа. Эти переменные — углы треугольника. Кроме того, понадобится несколько переменных логического типа. Каждая из них — это ответ на вопрос, принадлежит или не принадлежит к определенному типу треугольник с известными углами. Сначала просим пользователя ввести значение всех трех углов треугольника. Переменная triangle отвечает на вопрос, имеем ли мы дело с треугольником в принципе, то есть равна ли сумма его углов 180 градусам. Другая логическая переменная говорит нам, является ли данный треугольник равносторонним. У таких фигур, как вы знаете, все углы равны 60 градусам. Третья переменная выясняет, есть ли у треугольника хотя бы одна пара равных углов. Если да, то мы можем утверждать, что это равнобедренный треугольник. Если хотя бы один угол равен 90 градусов, то, вне сомнения, перед нами прямоугольный треугольник. Признаком астроугольного треугольника является тот факт, что все его углы меньше 90 градусов. И, наконец, если хотя бы один из углов больше 90 градусов, то это говорит о том, что перед нами тупоугольный треугольник. Ах да, чуть не забыл. Определим, является ли данный треугольник разносторонним. У него в этом случае не должно быть одинаковых углов. После того, как вычислены значения логических переменных, все они примут одно из двух значений — false или true. Эти переменные можно использовать в качестве условий в условном операторе if. Итак, сначала выясним, получается ли у нас треугольник из углов, который укажет пользователь. Если сумма углов не будет равна 180 градусам, то переменная triangle примет значение false, то есть ложь. Применив к этому значению отрицание, мы получим значение true, и тогда будет выполнена основная ветка условного оператора. Если сумма введенных углов будет равна 180 градусам, то значение переменной triangle будет равно true, значение not triangle будет равно false, а значит будут выполняться те операторы, которые находятся в ответвлении else. Здесь мы и продолжим выяснять, к какому типу или типам относится треугольник. После такого нехитрого ряда нескольких неполных условных операторов, мы выводим или не выводим название соответствующих групп треугольников. В случае, если какая-то из логических переменных равна значению false, соответствующее название просто не выводится. Давайте проверим. Введем нулевые углы. В этом случае выражение not triangle примет значение истина, и будет напечатано, что треугольника с такими углами не бывает. Введем разные углы, которые в сумме дают 180 градусов. Выражение not triangle примет значение ложь, и тогда будут выполнены команды из ответвления else. Введем все углы, равные 60 градусам. Приложение работает как часы. Алгоритмическим изъяном нашего решения является лишняя работа в программе. Если, к примеру, выяснится, что некий треугольник является прямоугольным, то зачем еще в дальнейшем проверять, является ли он остроугольным и тупоугольным? Кроме того, если треугольник является равносторонним, то нет нужды еще и сообщать, что он равнобедренный. Любой равносторонний треугольник является равнобедренным. Давайте с помощью некоторой вложенности условных операторов сделаем программу более умной. Перепишем немного по иному вот эту часть. Если треугольник прямоугольный, то так и выведем на экран. Если же нет, то в этом случае проверим, не остроугольный ли он. Если треугольник к тому же и не остроугольный, то проверяем, является ли он тупоугольным. По поводу сравнения сторон поступим аналогично. Сначала узнаем, является ли треугольник равносторонним. Если нет, то тогда уточним, является ли он хотя бы равнобедренным. Если нет, то проверяем, является ли он разносторонним. Запускаем снова. Итак, начнем с прямоугольного треугольника. Отлично! Теперь давайте подберем такой случай, когда треугольник равнобедренный и тупоугольный. Превосходно! Теперь возьмем случай, когда треугольник равнобедренный и остроугольный. Замечательно! Напоследок немного исторической информации о том, почему тип данных Boolean так называется. Заложил основы математической логики английский ученый Джордж Буль, живший в первой половине XIX века. При жизни научные заслуги математика признавали, но его труды считали чересчур далекими от практики. В то время никто не видел хоть какого-то применения в реальной жизни. Лишь столетия спустя при создании первых компьютеров выяснилось, что без булевой алгебры совершенно немыслима информатика. Целых четыре урока мы посвятили изучению оператора IF. Но он того стоит. Логический оператор является важнейшей структурой в программировании. Без него невозможно составить сколь серьезные алгоритмы. Однако уже пора переходить и к другой очень важной разновидности управляющих структур — циклам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok